Об этом Григорий Петрович тоже говорит в упражнениях на каждый день месяц. Григорий Петрович также говорит в его упражнениях для каждого дня. Вы добры и вы помогаете. Вы имеете бесконечное количество помощников. И вот этими словами он тоже описал эту технологию, как люди действуют друг на друга, как структура, которая существует везде. Каждый имеет бесконечное количество помощников, потому что он добр. Вот эта доброта, она же всеобщая, сразу получается. Значит, имеет бесконечное количество помощников. И таким образом мы с вами вышли на центр создания человека в духовном плане у Бога. Как мы сюда вышли технологически? Через будущее, которое счастливое и которое ощущаем внутри себя. Потому что это внутри нас, в нашей душе. И мы видим, как работает наша душа. А наша душа работает всегда на уровне бесконечно отдаленных систем будущего. И вот мы сейчас с вами выходим на этот уровень восприятия действия души в бесконечности. Вот смотрите, примерно можно в таком свете, как на слайде, но вы должны видеть сияние души в бесконечности, действия души в бесконечности, действия души в бесконечных системах счастья мира. Дух, у Бога Дух действует так же, как у нас душа. И он действует именно в область вот этого отдалённого действия. То есть на уровне отдалённых систем мы как бы находим вот эту оптику одновременного действия нашей души и Духа Бога. И мы действуем в бесконечности, и Дух Бога работает в бесконечности. So, Spirit of the Creator works in the same way, like our soul. So, our soul works in the areas of infinity, and so Spirit of the Creator works in the same way. Ну вот, можно, да, Дух Бога вездесущий, да, всеобъемлющий. Это вот такой поток, можно световой воспринимать, да, который действует туда же, в то же отдаление, где действует наша душа. Там такое вот взаимодействие двух оптических систем. Мы должны рассмотреть здесь нашей души, действия души в бесконечности и действия Бога, действия Духа Бога в бесконечности. Here we need to see in the infinity work of our soul in the infinity level, and also work of the Spirit of the Creator. И вот в этой оптике, когда мы находим для себя это сияние, да, это центр духовный у Бога создания человека. And this is the center of the creation of a person by the Creator. Это аксиома. And this is the axiom. Это нужно просто запомнить, как бы выучить Духу Бога, действует так же, как и душа человека, в уровень бесконечно отдалённых систем. И вот на уровне бесконечно отдалённых систем мы видим духовный центр создания человека. Нам необходимо познавать эту оптику на уровне бесконечно отдалённых систем. So we need to perceive this level of infinitely located systems. заниматься этим излучением, какая-то оптика в бесконечном удалении, вот действия Души, вот действия Духа Бога. И вот одновременно Духа Бога действует так же в бесконечности, где и наша Душа. So we need to see how spirit of the Creator works in the same place, in the same way as soul of the person. И вот это оптическое взаимодействие. И вот здесь происходит создание, духовный центр создания человека Богом. И нам нужно именно на светооптике рассматривать, как идёт взаимодействие этих оптических систем на уровне бесконечно отдалённых систем. So we need to see on the level of optics, how in the area of infinitely remotely located systems, this interaction happens. Вот на этом бесконечном удалении, той вечности, которая была до создания мира и является основой для создания вечного счастливого мира. Вот на таком удалении смотрит. In the eternity, which was even before the creation of the reality, and that will be the foundation of infinite development. И когда мы входим в эту концентрацию на бесконечно удалённом области, мы рассматриваем действия Духа человека и Души Бога. Оптика Дух человека, оптика Душа Бога. Вот в этой бесконечно отдалённой системе мы рассматриваем взаимодействие этих оптических систем. Теперь уже Душа Бога, вы сказали. И Дух человека. And now we need to look at the interaction of soul of the Creator and spirit of a person. Душа Бога и тело человека как проявление Духи, Души Бога. Вот это всё мы начинаем изучать. И это изучение нужно делать на уровне бесконечно отдалённых систем. Ну, какое бы это отдаление ни было, это то, что внутри нас. И вот необходимо человеку технологически, чтобы активизировать, эту вечность, которая внутри него, выходить на этот уровень работы фундаментальных систем мира бесконечности. Что? Не поняла. И вот человеку, это внутри нас, да? И вот чтобы активировать работу этих фундаментальных систем мира, Душа, сознание, человека, Бога. Это фундаментальная основа мира, да? Чтобы как бы её активировать, да? Мы выходим в бесконечное удаление для этого восприятия. И внутри нас это работает. И вот изучение этого излучения, этих агентств, да? Оптических взаимодействий, на уровне бесконечно отдалённых систем. So, the study of this glow of these remotely located elements. Это прямой путь к оздоровлению. Это фундаментальные системы мира. Дух Бога, душа Бога, дух человека, душа человека. Это фундаментальные как бы явления мира. А мы знаем закон. Явления нужно воспринимать в виде оптики, в виде света. These are fundamental manifestations of the world. And we know that fundamental manifestations of the creation we need to perceive as light. И когда мы выходим в уровень этой максимальной концентрации любви, счастья, уровень создания, бесконечного созидания. So, when we get into this level of maximum concentration of love and creation, мы начинаем здесь мыслить сразу же категориями решения, категориями бесконечно хорошего развития. So, here we start thinking in this dimension of positive development. Здесь прямой путь к оздоровлению. Here we have direct path to the restoration of health. Где вы, Григорий Петрович, где вы начинаете одновременно мыслить с Богом? Григорий Петрович says, where you at the same time start thinking with the Creator. И с другими людьми одновременно. А как это? Ну, с Богом мы научились одновременно мыслить, да? А как одновременно мыслить с другими, со всеми людьми? So, we have learned how to think together with the Creator. Now we need to think at the same time with other people, too. Ведь у всех людей мысли очень разные. Because all the people have different kind of thoughts. Но мышление именно у человека в сторону вечного развития. But the thinking of the person towards the eternal development. У всех людей однотипное. All the people have similar. Когда мы вышли в эту область, где уже все вечно живущие. When we have come to this area, where everybody is already eternally living. Где мы мыслим одновременно с Богом. Where we think at the same time together with the Creator. So, в этой области однотипно мыслят все люди. And in this area, all the people think in the same way. В том плане, что по любому вопросу они тоже видят бесконечно хорошее развитие. Meaning, with regards to any question, they see infinitely positive development of the future, of any event. Продолжение следует...